Всем привет дорогие друзья, с вами Драгин и сегодня у нас будет новенькое видео по обзору обновлений в Синдикар Драйв. И да друзья, казалось бы не так давно выходил уже ролик, где я вам показывал новое обновление, но тут появились новые видения, которые очень сильно вас порадуют. Ну а перед началом усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек, ну те кто кушает приятные аппетиты конечно, ну и также не забывайте подписываться на мой телеграм канал, ведь там все самое интересное и все, вот некоторые новости выходят там даже первее чем на канале, вот даже так бывает. А мы приступаем к ролику, давненько кстати роликов не было, поэтому надо возвращаться. Собственно говоря обновленное меню выбора карт, то есть у нас появились новые карты, две это Дрифт Трек и Десерт, ну я их вам обе покажу. Также у нас появились вот эти восклицательные знаки, что они означают? Они означают, что карты предназначены для мощных девайсов, для мощных телефонов, то есть на слабых телефонах могут быть лаги, вот, нестабильность работы игры так сказать. Поэтому вот такое вот тоже присутствует. Мы ребят заходим на первую новую карту, это Дрифт Трек, на самом деле обе карты прекрасные, мне не обе нравятся, вот. И могу сразу же сказать, что это еще не финальная версия, да не финальная, просто версия билда, потому что будет кое-что еще интересное. Так, что мы видим? Ну, в принципе, все по-старому, но у нас добавилось новое, ну, новый автомобиль. Это Tomoko Tofu, ну, то есть AE86, с четырьмя вариациями, то есть Tomoko Tofu купе в стоковом варианте и в Дрифт варианте, и также у нас хэтчбэк, тоже в стоковом и в Дрифтовом варианте. Я предлагаю вот сразу же покрасить вот так, да, вот сделать, хоп, и первую вот стоковую заспавнить, посмотреть на нее, сделать немного замедления времени, вот так вот, и посмотреть на саму машину. В целом, выглядит она прекрасно. Также, давайте посмотрим, ну, от первого лица, ну, красиво, красиво сделано, согласитесь, я, в принципе, с вами согласен. Так, довольно-таки прикольно все сделано. Так, также у нас светятся фары, поворотнички. Ну, да, единственное, тут бак у нас получается с фарами какой-то, они начинают мигать. Ну, да ладно. Так, что у нас еще? Давайте поворотничек выключим. Так, выключись, пожалуйста. Все, спасибо. У нас, наконец-таки, сделали спавн машин. Ну, да, спавн машин он хоть и был, но кто играет, и он знает то, что в старой версии, если ты нажимаешь на сет спавн, то у тебя, как бы, машина спавнится не в том положении, в котором ты последний раз ее заспавнил, а в том положении, когда ты зашел уже на карту. Теперь мы нажимаем сет спавн. Вот, да. Мы запоминаем, как стоит машина у нас. Удаляем. Делаем, ну, дрифт-версию давайте. И у нас в том же положении, в котором мы оставляли машину и нажимали на сет спавн, у нас в том же положении машина и спавнится. Это реально очень круто, потому что раньше ты, ну, поворачивал машину, спавнил, сохранял ее, получается, спавн, и она у тебя в абсолютно другом была положении. Что, так сказать, очень, ну, такое. Так, давайте прокатимся на седанчике. Ой, на седанчике, на купешке. Хорошая, интересная машина, могу так сказать. Тут также небольшие, на карте есть доработки, так как это ранняя версия карты. Не, ну, повреждения, конечно, прикольные. Реально. И камеру бы еще нормальную сделать, и было бы все прекрасно. Вот так вот у нас. Я, в принципе... О, мы можем больше ходить без машины, это очень прекрасно. А давайте покажу вам всю карту, потому что она довольно-таки большая. Вот так интерфейс отключен. И полетаем по карте. Просто посмотрите, сколько всего. То есть, вы представьте, это, по сути, так сказать, карта для РП. Ну да, хоть и дрифт-трек, но все-таки тут это на земле, не в каком-то там полигоне. И тут деревья, травишка, как бы все прикольно. И карта довольно-таки большая, на самом деле. Она не маленькая, она не настолько маленькая, как прошлая карта, которая у нас добавлялась в игру. Да? Это намного больше. То есть, вы посмотрите, сколько поворотов. И тут реально конфиги можно, и просто конфиг взял для себя, и просто фигачишь боком. И это возможно, между прочим. Если хотите ролик по дрифту, ставьте огромное количество лайков, я сделаю для вас это. Вот, посмотрите, сколько тут поворотов, горы. И здесь у нас конец карты. Вот, также можем по холмикам, в принципе, покататься. Но это уже другая история. Я, в принципе, предлагаю переместиться сейчас на вторую карту, на карту пустыни. И там, там реально, есть на что посмотреть. Ну что ж, вторая карта десерт. Сейчас она загрузится у нас, и мы с вами посмотрим. Она, я сразу говорю, большая. Что мы возьмем? В принципе, для этой карты просто идеально подходит кравлер. То есть, вот это вот баги. То есть, наконец-таки она пригодилась. И, блин, давайте просто сразу же выйдем во фрикамеру. И я хочу вам просто показать, какая она огромная. То есть, чтобы вы понимали, вот это все, это не окончание. То есть, по сути, тут даже карта не прорисовывается. Хотя это, на самом деле, к лучшему. Это больше к оптимизации. Потому что, если бы сразу вся карта была бы прорисована, у вас был бы меньше фпс. Вы просто посмотрите, вы можете уехать туда, далеко. То есть, вы посмотрите, вот где мы, и насколько огромная карта. Чтобы вы понимали, на эти горы, кстати, можно заехать. То есть, тут разные есть пролазки, так сказать. Эта карта очень интересная. Я думаю, она очень надолго вас завлечет. Потому что тут можно и краш-тесты, блин. И разные испытания какие-то устраивать. Это реально крутая карта. Я думаю, вот эта карта, это очень многим понравится. Потому что, ну, серьезно. Фпс, кстати, тут плюс-минус точно так же. Я предлагаю, в принципе, прокатиться на самой баге. Да, потому что, ну, летать-летать, но охота же и на машине проехаться. Куда поедем? Вот давайте между гор. Между гор, ой. Так, давайте вот здесь сет спаун сделаем. Хопа. Как же приятно сейчас сохранять, получается, свое местоположение и спавнить новую тачку. Это реально круто. Огромный респект разработчику. Так, нам бы сейчас тут не расфигачиться. В принципе, предлагаю сделать чуть-чуть в замедленном времени. Так. Аккуратно. Больше нужно каких-то оффроудных теперь тачек. Потому что, на самом деле, их тут не так уж много. Так. Вот видите, тут дорога, так, между скал, между гор, между холмов. Мы аккуратненько здесь проезжаем. Схожу чисто по секрету, на буханке здесь, на любой буханке, особенно на оффроудной версии, это ужас тут ехать, потому что буханка, она на дыбы встает и просто переворачивается. Как бы ехать в такой оси. Так. Не, ну, смотрите, просто уверенно карабкаемся. И в целом у нас пока все живет. То есть подвеска пока что живая. Аккуратненько. Тихо. Тут небольшие проблемы. Давай, 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 давай. Опа. Ну, просто офигительно. Все, в принципе, мы поднялись. Надо сейчас куда-то... Вот, да, мы сейчас тут поднимемся. Эта карта, кстати, тоже находится немного в разработке, так как тут, скажем так, можно вылететь за карту. Вот. Так, это у нас сейчас уже спуск. Я предлагаю этот спаун сделать здесь и спуститься. Ну да, там уже конец карты, вон, видите? То есть, если мы проедем туда дальше, мы упадем. С этой... Аккуратненько, тихо. Вот. Поэтому тут стеночки нужно на картах сделать. Невидимые, чтобы за карту улететь нельзя было. А так, блин, круто. Еще и у нас, в принципе, баги относительно живой. Ну, колеса немного в разные стороны смотрят. А так... Так мы можем ехать. Ну, правда, это было до вот этого момента. Нет, он до сих пор живет. Вот баги это очень офигительно. Вот изначально, когда баги появился, я говорил то, что эта машина очень живучая, черт возьми. Давайте на зельке прокатимся. Так. Аккуратно. Просто я поражаюсь, насколько огромные все-таки карты. И это реально круто. Очень интересно будет посмотреть на то, какие карты будут добавляться дальше. Ну, естественно, машины тоже будут добавляться. Без этого уж никак. Но новые карты просто две шикарные карты, реально. Так, давайте, небольшой краш-тест Зила проведем. Так вот. Опа! Блин, реально, эту карту можно использовать для краш-тестов различных. Так, ну... Зил, могу сказать, давайте выйдем еще, вылетим вот так. Опа! Охренеть! Как он куыркается! Ну, от Зила, в принципе, тут ничего не осталось. Хотя нет, все-таки кабина водителя еще живет. Ну да, ну да. Ладно, ребят, я думаю, на этом все. Пишите ваше мнение по поводу обновления. Лично я считаю, что оно очень пушечное. И оно стоит вашего ожидания. Вот оно. На этом, ребят, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Те, кто до сих пор это не сделал. Пишите крутые комментарии, те, я всегда лайкаю. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok